Я еще раз говорю, этот вопрос еще не один раз будет подниматься по правительству, а обсуждаться. Я постоянно, каждый день здесь был. Да, Владжикин ходил туда-сюда. Надо просто сейчас. Да, пусть еще только постоят дамы, будем поджигать ночью и спать. Захоти юные, я должна так плавать, а остальные, блядь, в туфлях ходить. Василий Викторович, я думаю, надо какой-то план действий вообще продумать по поводу, как жителям помочь вам и чем вы можете помочь, и чтобы дальше это продвинуть дело. Данной маме помочь районная администрация пока не может. Помощь от республики, какая бы я придет, форме материальной помощи и средств на ликвидацию этих последствий. Если только республика поможет и Российская Федерация. Можно ли я отвечу? Сегодня я звонила помощнику помощнику Энгеля Касимова. Он мне сказал о том, что, я говорю, будут ли выделяться денежные средства на компенсацию жителям Легли-Сабазы. Он мне сказал, что все решают район Мугалимов. Он сейчас находится в отпуске. Я не могу до него дозвониться. А вы говорите республика. Какая республика? И Рослану говорит, что Мугалимов должен. Так вы хоть определитесь, кто должен все-таки помочь-то. В любом случае, эти средства в республике есть только в республике. Или деньги придутся с Российской Федерации в республику. Республика поможет район. Других источников у нас ликвидации этих последствий пока у нас никаких нет. Почему 10 семей только что ли плавали? Я вот еще... А правительство Росланов не знает ничего, что 11 семей, деньги даже получат. Он не знает. Он говорит, что знает район, а Росланов ничего не знает. Я еще раз говорю. В две списки попадали 973 человека по 10 тысяч и 35 человек на 50 тысяч. Вы до этого 12 говорили уже? Почему? Я зачитал списки, которые я жалко комиссии. Я зачитал вам ведомость, которые получат деньги. Вы опубликовали это в СМИ, нам в газете. По фамильной, какие адреса и кто люди, чтобы мы знали в лицо, кто получил. Это в любом случае будет опубликовано. Пока нет только суммы и все. Ждете пока... Потому что люди еще эти... Я надеюсь, что в понедельник, вторник 110 тысяч мы с республики получим. Но вот как распределить из этих 12 семей, а их только 11, я тут тоже не знаю. Будет решать какая комиссия? На благоустройство пустите их. Интересные вы такие. Я предлагаю тоже... Куда-нибудь общим людям что-то опубликовали, потому что вот это все это такое. И все. И никому не давайте деньги. Просто общее что-то делаете. Не дать мы не имеем права. А почему вы... А нет. Это идет материальная помощь гражданам. Так вы нам дать тоже не имеете права. Вы тоже не имеете права нам не дать. Получается, что в любом случае дадут эти деньги. Только непонятно, когда дадут. Я... Гарантировать я не могу. Почему? Вот сказали, деньги пришли, мы вот дали. Ждите следующую очередь или как-то, когда будет. Но не годами, что вода еще придет. В общем, Араслана по поводу денег. Мне ответила, я спросила, будут ли, кстати, деньги. Он мне сказал, что деньги будут всем. Так что ждем все. Вопрос только когда. Я не могу отвечать, когда вот следующий транш будет. Арсланову мы звонили тоже, он нам ответил. Как нам достучаться до власти? Вот скажите, как нам достучаться до власти? Большинство стариков не дошелут до этого. Так ветераны труда, они уже немощные. Вообще убирать это отопил с лесопадом. Навозили везти. Я когда в администрации сказала вывезти, они сказали, мы не можем, у нас не хватает сил. А привезти хватило сил. А вы везти, вы везти, вы везли. Тогда я отвечу представителю администрации. Ну, чем отвечать, что вы везли? Ну, нет, это мне Яровой так ответил. Я отвечаю, что мне сказали. Когда-нибудь машина вот пойдет с песком, я вот так встану. Нисколько не скажу. Да, точно песок не везли. Песок вывезли, песок вывезли, песок вывезли. Конечно. Река-то с одним из берегов только осталось. Сейчас уже здесь начали выводить прямо. Да, на это деньги есть. А людям дать нет. Когда Путин сказал, вода зашла, 50 тысяч давать всем. Нас же Соловьев сказал, болезино выделено. И все. Сколько выделили? Почему такое скрытие? Какая семья получит, он сказал. Распоряжение правительства, я вам зачитал. Нам не надо, 10 раз это читали, нам 10 раз читают. Вы нам ответьте по сути, и все. Вопрос задали, отвечайте. Нам бумаги эти не надо. У нас свои бумаги. Правила выделения бюджетных ассигнований при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Вот еще зачитаю. Оказание граждан единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека. Вот эти списки мы приготовили. Дальше. Оказание на человека. На человека, на семью. Вот положение нам распечатать и дайте каждому, чтобы мы знали. Оказание граждан финансовой помощи связи с утратой ими имущества первой необходимости. Из расчета за частично утраченное имущество 50 тысяч на человека. За полностью утраченное имущество 100 тысяч на человека. Какое имеется имущество? Объясните. Печка или полы, или там тумбочка, что? Объясните. Нам общие слова не надо. Имущество первой необходимости. Так. Перечень имущества первой необходимости. Утверждено постановление Минтруда России и Госкомстата. Тогда это все. Входит тарелка, кастрюля, чайник, стакан, стакан, подождите, столовая, холодильник, телевизор, стильная машина, утюг, швейная машина, светильник, часы, шкаф для одежды, шкаф навесной, шкаф, вешалка, зеркало, кровать, диван, стол обеденный, стол рабочий, стол, табурет. Это относится к имуществу первой необходимости. Пожалуйста, стильная машина записана. Одна написана, а другая нет. Ладно, короче, написана. Почему не дали? Вот давайте нам, мы ничего не знаем, давайте, иначе мы пойдем в прокуратуру. Пусть говорят, еще что, человек из закона обязательно. Мы так не оставим. Лисбазу вообще уже оставили, вообще наплевали. Метон закрыли. Да, так все хорошо. Да, давайте, подождите. А печка 12 тысяч, что ли? Подождите. Это я зачитал, имущество первой необходимости. Печка до дома и все прочее. Вы нам дайте такое же, и все, что было там написано. Вот и то, как тарелки с вилкой. Сейчас нам не надо. Вы спросили, что относится к имуществу первой необходимости, я вам зачитал. Спасибо. Обычно при объявлении чрезвычайной ситуации по всей России выделяются деньги. У нас была объявлена чрезвычайная ситуация. Где? Почему? Зачем надо было объявлять тогда чрезвычайную ситуацию? Зачем это все? Весь балаган-то нужен был. Чрезвычайная ситуация объявлена для того, чтобы мы на законных основаниях могли заключить договоры и проводить аварийно-восстановительные и спасательные работы. Комиссиры ваши, все с ками работали. Да ваши эти МЧСники, которые тут плавали, пьяные ходили. Вот все пьяные были. Даже людей перевезти не могли. Лодки, звонишь, целый день лодку не дождешься. В смысле даже это слово. Они ходили, вот кучами стоят, ржут, пьют. В домах чеи пьют сидят. Или доски утащат. Мы говорим, куда вы наши доски тащите, они у нас поплыли в этой тротуары. Они говорят, а вы знаете, люди там тоже тонут. А мы не тонем. То есть это нормально? Копкило материалов, вот еще тот, что. Да, у кого-то эти доски хотели забрать, спустить их на тротуары. Нет, они наши тротуары, не которые нам выделили, а наши личные. 120 кулков теломатериала, которые ушли сюда. Они все остались здесь на Алисабасе. Нет, нам не выделяли, нас вообще дом не было. Лично наши тротуары. Лично наши тротуары. Да, всякие. Вон там лично дали такие и посчитали, сколько штук. Вот нам дали, мы дали 7 штук. Вот такие. Корнилые пострадают, да, я провалилась. Как я не ушиблась? У нас есть квартирный баран. Куда нам ее распределить? Доски потом привезли. Мы уже не можем...